Здравствуйте, дорогие друзья! Наше лето в самом разгаре. Когда мы закрываем глаза и думаем о лете, что нам всегда представляется? Яркое солнышко, тёплый песок на пляже, игры, купания. И ещё есть то, без чего не обходится ни одно лето. Мы с радостью наблюдаем, как они растут и распускаются. Это, конечно, цветы. Хотя их очень много не только летом, но и весной, и осенью. Как они радуют наши глаза! Ещё древние люди восхищались красотой цветов. Ароматные растения с прекрасными лепестками вдохновляли на создание музыки и стихов, на строительство причудливых зданий и необычного покроя одежды. С цветами связаны сказки, легенды и поверья. Наш виртуальный летний читальный зал вырастил для вас волшебный цветочный сад, проходя через который, можно не только полюбоваться, но и узнать о цветах много интересного и нового, а также открыть в себе поэта, художника или, почему бы и нет, садовода. Но на пути вас ждут испытания и приключения. Итак, наша экскурсия начинается. Чтобы не заблудиться в саду, будем ориентироваться по карте нашего маршрута. Каждую станцию представляет книга, связанная с цветами. Сперва мы окунёмся в удивительный мир цветочного праздника из сказки Ганса Христиана Андерсена «Цветы маленькой Иды». Помните, как в этой сказке девочка Ида наблюдала тайную жизнь цветов? Ведь цветы действительно живые. Люди наделяют каждый цветок своим характером. Две самые красивые розы садятся на трон. Это король с королевой. Красные петушки и гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются. Это камеры-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы и начинается бал. Гиацинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями голубыми фиалками. А тюльпаны и большие жёлтые лилии это пожилые дамы. Они наблюдают за танцами и вообще за порядком. Теперь проверим, сможете ли вы угадать, о каких цветах говорят нам загадки. Стоит в лесу кудряшка, белая рубашка, сердечко золотое. Что это такое? Кудряшка. Какая к ней рифма подходит? Ромашка. Дальше. Синенький звонок висит. Никогда он не звенит. Какой цветок похож на звоночек? Колокольчик. Пышный куст в саду расцвёл, привлекая ос и пчёл. Весь в больших цветах махровых, белых, розовых, бордовых. Эх, недавно цвёл в садах. Это, похож немного на розу, пион. У занесённых снегом кочек под белой шапкой снеговой нашли мы маленький цветочек, полузамёрзший, чуть живой. Из-под снега всегда вырастают подснежники. Вот такой подснежник называется галантус. Из луковки вырос, но в пищу не гожь. На яркий стаканчик цветок тот похож. Тоже расцветает ранней весной. Это тюльпан. Жёлтые, пушистые, шарики душистые. Их укроет от мороза в своих веточках мимоза. Наступила осень, дышат холода, и горит на клумбе последняя звезда. Цветок, что в переводе означает звезда, это астра. Вот какая она бывает. Белые горошки на зелёной ножке. Он похож на колокольчик, только всегда белый, душистый, душистый, майский. Ландыш. Вот какие они бывают. Вроде обыкновенные, но необычные, неуловимые, почти сказочные. И наша карта уводит нас дальше, в страну цветочных легенд. Книга «Волшебный мир цветов» расскажет нам о том, как по старинным легендам появился и помогал людям маленький голубой цветочек «Незабудка». Цветочек этот голубой напоминает нам с тобой о небе чистом-чистом и солнышке лучистом. Пожалуй, это самый маленький цветок, но сколько стихов сложили о нём поэты, сколько легенд и народных сказаний есть о нём. Однажды богиня цветов Флора спустилась на землю и стала одаривать цветы именами. Всем цветам дала имя, никого не обидела и хотела удалиться, как вдруг услышала за спиной слабый голосок. «Не забудь меня, Флора, дай и мне какое-нибудь имя!» Оглянулась Флора, никого не видно. Снова хотела уйти, но голосок повторился. «Не забудь меня, Флора, дай мне, пожалуйста, имя!» И тут только Флора заметила в разнотравье маленький голубой цветок. «Хорошо, — сказала богиня, — будь незабудкой. Вместе с именем я наделяю тебя чудесной силой. Ты будешь возвращать память тем людям, которые начнут забывать своих близких или свою родину». А вот и ещё одна легенда. Некий путешественник попал в одну восточную страну. Отведав кушанье из листьев лотоса, он забыл о матери, забыл о родине и прельстился красотами чужой земли. Долго ждала его мать и, отчаившись, попросила прохожего гусляра отнести сыну букет незабудок. Гусляр согласился, пришёл в восточную страну и увидел того путешественника, утопающего в роскоши и богатстве. Тот сидел на персидских коврах. Красивая черноокая девушка напевала ему сладкие песни. У ног юноши рычали злые псы, готовые в любую минуту исполнить приказ хозяина. А грозная стража у дверей и за плечами вельможи опекала его благополучие. Откашлялся гусляр и попросил разрешения исполнить дорожную песню. Запротестовала черноокая, нахмурилась стража, псы зарычали на гусляра, обнажив острые клыки. Но юноша вскинул руку в знак согласия и гусляр запел. Он запел колыбельную, которую когда-то пела мать у изголовья сына. Так запел, что перед юношей открылись луга и реки, леса и родниковые тропинки. Он вспомнил землю, его породившую, не знал только, в какой стороне находится покинутая им земля. Со слезами на глазах упросил юноша гусляра указать путь дорогу на родину. А гусляр вместо ответа протянул ему букетик незабудок. Цветы, которые были голубыми, как глаза его матери, а пахли они лугами и лесами родного края. По незабудкам и песням нашел юноша дорогу на родину. Но как не спешил он, как не торопился, застал мать уже умирающей. И когда бледные и ссохшие руки ее упали на плечи вернувшегося сына, открыла мать голубые глаза и все грехи простила ему за возвращение в отчий дом. Вот такая легенда. А теперь давайте попробуем вспомнить предание о других цветах. Имя свое этот цветок получил в честь древнегреческой богини Ириды и расцвел по легенде из осколка волшебной радуги. На Руси его ласково величали касатик. Это ирис. Меч лилия, как называли его в Европе. Клубни следующего цветка съедобны. Цветет он поздно летом. Легенды о нем связаны с благородным садовником или мореплавателем по имени Георгий. Какое название цветка похоже на имя Георгий? Георгин. А легенда о следующем бледном весеннем цветке упоминает прекрасного юношу, который, полюбив свое отражение в воде, упал за ним в воду. Также его именем называют самолюбивых, эгоистичных людей. Конечно, это нарцисс. В переводе с латинского имя этого цветка означает меч. В Древнем Риме он считался амулетом и помогал одержать победу в поединке, поэтому считался цветком гладиаторов. Гладиатор и цветок гладиаторов, конечно же, гладиолус. А название следующего цветка в переводе с древнего языка означает белый-белый. У многих народов он был символом чистоты и надежды. И именно он красуется на гербе и знаменах Франции. Французский цветок самый французский это лилия. А так ли просто устроены цветы, как кажется? давайте назовем его части. Корень, он спрятан под землей, стебель, листья, сердцевина, лепестки. Вот самые основные части цветка. А о более сложном его устройстве вы сможете узнать, прочитав книгу нашего отдела, что внутри растений. Тропинка привела нас прямо к озеру водяных цветов, кувшинок. Мир водяных лилий. Водные растения хорошо поддерживаются водой. Им не нужен прочный стебель или ствол в качестве опоры, как у наземных растений. Гибкие стебли кувшинки наполнены воздухом, что придает им плавучесть, способность выносить листья к свету и быстро приспосабливаться к любым изменениям уровня воды. Корни кувшинки врастают в ил на дне водоема. Они удерживают растения, как якорь. Листья кувшинки плавают на поверхности воды. Вода стекает с листьев, покрытых природным воском, благодаря чему они не намокают. Цветы у водяных лилий выносятся над поверхностью воды, поэтому их могут опылять насекомые и ветер. Цветы раскрываются около полудня и закрываются в сумерке. Цветы порой для нас не только загадка, но и настоящий ребус. Сейчас перед вами появятся зашифрованные названия цветов. Все помнят правила расшифровки ребусов. Мы верим в вас, дорогие зрители, и желаем вам удачи. Это вам первый ребус. Можно сделать стоп-кадр. Следующий ребус. Сложный. Едем дальше. Пятый. и еще один. А вот и правильные ответы. Даем несколько секунд. Да, вы отлично поработали. Но вот и новая станция. Удивительная книга «Самые-самые растения» издательства Пангея с иллюстрациями художницы-ботаника Марии Сергеевой повествует о языке цветов. Что же это такое? Растения создают определенное настроение своим видом, окраской, формой цветов и листьев. Передать это настроение, выразить мысли, чувства, желания можно с помощью одного цветка или букета, венка или цветочной гирлянды. Цветы в руках, в волосах, на запястье или прикрепленные к одежде могут рассказать многое тому, кто знает язык цветов. В языке цветов важно помнить, что означают цвета. Например, белый означает чистоту, красный – любовь, зеленый – надежду, голубой – верность, желтый – разлуку, черный – печаль. Внешний вид растения часто связывают с чертами характера человека. Колокольчик означает болтливость, тюльпан – гордость, пион – застенчивость. Букет превращается в целое сообщение. День встречи можно узнать со счета в бутоны, час встречи – по числу цветков. Но символика цветов в разных странах различна и порой непонятна, как иностранная речь. Так у большинства народов знак любви – роза, у англичан – незабудка, у китайцев – пион. Да, при помощи цветов можно передать послание. А еще даже сейчас нам с вами написать или прочитать письмо. Хотите попробовать? Все очень просто. Перед вами цветочный алфавит. Каждый цветок символизирует букву, стоящую первой в его названии. Нам сейчас понадобится всего 13 букв. Так, анютины глазки будут буквой А. А. В. Василёк. Г. Георгин. Е. Евпаториум. К. Клематис. Л. Лотос. М. Мак. О. Одуванчик. Р. Роза. С. Сирень. Т. Тысячелистник. С. Сыния. Э. Эустома. Некоторые цветы и их названия могут быть вам незнакомы. Так что игра – повод хорошенько с ними познакомиться. Ведь никогда не знаешь, где нам могут встретиться и пригодиться чудесные растения. А. Вот и само цветочное послание. Прочитав это предложение, вы узнаете, как думали о цветах древние мыслители и поэты. Для удобства можно сделать стоп-кадр. вот такая романтичная и утонченная мысль. пришла к нам из древности. Вы молодцы! Сколько же в мире причудливых форм и названий цветов! Конечно, мы их любим. Собирать в букеты, плести из них венки, собирать и сушить для лекарственных отваров. А выращивать? Поднимите руки, у кого есть сады, деревни, дачи. Может, кто-нибудь из вас помогал украшать цветами палисадник? Да, выращивать цветы – это целая наука и огромный труд. Но всему можно научиться, особенно, когда так приятно ухаживать и заботиться о красивом цветочке. В книге «Что я выращу» можно узнать, например, как дома выращивать красивый ароматный цветок – гиацинт. Итак, выращивание гиацинта в почве. В домашних условиях. Первое. Наполните с помощью старой ложки цветочный горшок питательным грунтом, компостом. Но не заполняйте до самого верха. Второе. В середину осторожно посадите луковицу почкой вверх. Добавьте сверху земли. Третье. Поставьте горшок на блюдце. Аккуратно полейте вокруг луковицы. Четвёртое. Поставьте горшок в холодное тёмное место на 8-10 недель. Следите, чтобы земля в горшке оставалась влажной. Пятое. Когда росток вытянется с ваш большой палец, переставьте горшок в светлое холодное место. Шестое. Когда растение ещё немного подрастёт, перенесите его в светлое место. Начнёт расти цветок. Можно посадить в одну миску несколько луковиц, но так, чтобы они не касались друг друга. А вот и юные садоводы. Они решили украсить городские клумбы и посадить цветы. Какие? Давайте подойдём поближе и прислушаемся к разговору, ребят. В каждой их реплике строчке есть название одного цветка. Сегодня может быть ураган или гроза. Не бойся, лилия, дождя не будет. Ой, кто-то крадётся мимо забора. Может, это разведчик или шпион? Нет, это Максим пришёл. Руслан дышит тяжело, несёт лопату. Можно сделать стоп-кадр, чтобы поискать в каждой строчке цветок. Мы в вас верим. А вот и правильные ответы. Ну вот, теперь мы и сами в какой-то степени стали знатоками такого большого и разнообразного цветочного царства. Есть цветы, что встречаются нам на каждом шагу, например, ромашки или одуванчики. А есть и особые, редкие. Такие, например, как ландыши. Они и вовсе занесены в Красную книгу редких растений и рвать их нельзя. Как помните из сказки Сергея Аксакова тот самый цветочек аленький, краши которого нет на всём белом свете. Вот она, эта книга. И вдруг видит купец на пригорочке зелёном. Цветёт цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается, подходит он к тому цветку. Запах от цветка по всему саду ровно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца. И возговорил он голосом радостным. Вот аленький цветочек, какого нет краши на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая. И, проговорив таковые слова, он подошёл и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту безо всяких туч блеснула молния и ударил гром, индо-земля зашаталась под ногами и вырос, как будто из-под земли перед купцом. Зверь не зверь, человек не человек, а какое-то чудище страшное и мохнатое. И заревело оно голосом диким. Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моём саду мой заповедный любимый цветок? Я хранил его пачу зеницы ока моего и всякий день утешался на него глядя чей, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя из ванного, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за моё добро. Знай же свою участь горькую, умереть тебе за свою вину смертью безвременную. Вот как ценители настоящей красоты могут любить и оберегать свои цветы. Ведь это и правда настоящее сокровище, украшающее жизнь, дающее людям надежду и утешение. Ну, а раз мы заговорили о нашей знакомой с детства сказке, то она нам сейчас и поможет в последнем испытании. А предстоит теперь вспомнить, какие же цветы встречались в других любимых нами волшебных историях. Приглашаем пройти литературно-цветочный кроссворд. Ушки на макушке слушаем внимательно. первое слово по вертикали. Название цветочка, краше которого нет на всём белом свете. Второе мы видим по горизонтали. Цветок, из которого по сказке Ганса-Христиана Андерсона родилась Дюймовочка. Третье слово по горизонтали. Этот необычный цветок создал Данила мастер по просьбе хозяйки Медной горы из сказки Петра Бажова. Четвёртое по вертикали. Двое ребят Кай и Герда из ещё одной сказки Ганса-Христиана Андерсона выращивали эти цветы у себя на балконе. Пятой по горизонтали. В честь этого полевого цветочка была названа самая звонкая улица в городе, где жил Незнайка из сказки Николая Носова. И последнее шестое самое нижнее по горизонтали. За этими цветами злая мачеха отправила пачерицу в лес посреди зимы. По сказке Самуила Яковлевича Маршака двенадцать месяцев. Спасибо. Вы большие молодцы. А вот ответы. Вот и пришли мы на последнюю полянку. нашего заповедного сада. Сейчас мы попробуем смастерить цветок своими руками. Есть очень много разных способов это сделать. Из бумаги при помощи техники оригами, из бумажных скрученных полосок техника квиллинг. Но есть еще одно модное направление. Чтобы цветы получились как живые с изогнутыми лепестками есть такой материал похожий на пластичную резину. Он называется фоамиран или фоам, а можно и еще короче фом. Вот и книга, которая показывает, как овладеть этой техникой. Теперь попробуем сами соорудить цветочную фоамирановую заколку розу. Для этого возьмем четыре пятилепестковые заготовки, вырезанные из глиттерного фоамирана, то есть фоамирана с блестками. Теперь внимание! Для мастер-класса необходимо присутствие взрослого, ведь нам придется работать с горячим утюгом, прикладывая к нему заготовки и лепестки. Не бойтесь! Сквозь фоамиран вы почувствуете только тепло и не обожжетесь. Главное отпустить нагретую заготовку, как только она начнет сворачиваться. Еще нам понадобится палочка с пластмассовым или металлическим круглым наконечником размером с маленькую вишню. Наконечник можно сделать самим, например, из бумаги с клеем или соленого теста. Вооружаемся клеем-пистолетом или моментом-гелем. Чтобы клей не пристал к рукам, лучше надеть перчатки и за работу. Что ж, начинаем творить нашу красоту. Начинаем мастер-класс по изготовлению заколки розы. из глиттерного фоамирана нарезаем 4 заготовки. 4 заготовки цветка из глиттерного фоамирана. Нагреваем утюг на максимальной температуре. Нагреваем утюг на максимальной температуре. Он у нас. И прикладываем первую заготовочку. Держим. Держим. Оп. Делаем сердцевину. Сминаем лепесточки. Вот такой розанчик сердцевинка получилась. И берем клей. Секундный клей-гель. Моментальное застывание. Намазываем внутренние края. Клеем и скрепляем. Получается бутон. отложим бутончик в сторону и работаем со стальными ярусами. Нагреваем. Так же откладываем утюг штифт нам понадобится штифт с наконечником. И начинаем закручивать лепестки чтобы они были махровыми. Вот так. Вот таким образом закручиваем лепесточки. Каждый лепесток каждого из оставшихся трех ярусов. вот готовые три яруса с махровыми лепестками. Осталось только их соединить. Наносим клей в сердцевину одного из ярусов и сажаем бутон приминаем бутон с сердцевиной. Следующий ярус точно так же можно сделать так, чтобы лепестки были видны одни из-под других. Чтобы создать эффект махровой розы. И последний ярус. Последний ярус. склеиваем вот такая розочка у нас уже получилась. осталось сделать заколку. Берем круг из фетра. Лучше взять белый цвет. Смазываем ее клеем. приклеиваем на середину с обратной стороны. Берем резиночку и прямоугольную полоску также из фетра. Смазываем края полоски. Клеим. Продеваем через резинку. Поперек и прикладываем к сердцевине из фетра. Прямоугольная полоска заготовки должна быть равна диаметру фетрового круга. Итак, можно сказать, что резинка заколка у нас готова. Такую цветочную прелесть можете сделать и вы. Перед вами две заколки розы из глиттерного блестящего фоамирана. Этот подарок можно сделать себе, подруге или сестренке. И пусть неувядающие розочки цветут в волосах на радость всем. Ну вот, наша экскурсия по цветочному саду завершилась. Спасибо за внимание и упорство. Смотрите следующие летние читальные залы и библиотечные дворики в формате онлайн. Мы вас очень любим и ждем на сайте Библиом, на страничках ВКонтакте и, конечно же, в Центральной Библиотеке имени Владимира Маяковского на проспекте Мира 4. Всего доброго и до новых радостных встреч! Продолжение следует...